ребята всем привет с вами александра сквоз гейм и наконец-то я создал себе литрон акса поворачивал их мы сегодня их будем качать и у нас есть хороший турничек с усилением и там как раз можем их проверить всех всех кого угодно ну а перед тем как мы приступим к прокачке этого уникального существа мы конечно же сначала с ним познакомимся и первое что нам стоит знать ребятки что это первый самый самый древний тиранозаврит который в общем-то знает наша история он появился примерно 80 миллионов лет назад ну а если быть точнее то это 76-81 миллионов лет назад и принадлежит естественно к семейству тиранозаврит его род состоит всего лишь из одного вида это литрон акс аргестес когда ученые обнаружили его останки они сразу поняли что это существо очень близко по своему строению к более молодым то бишь ну тиранозавритом то есть к самому тиранозавру то есть он был ихним предком им захотелось назвать его также как там как тиранозавр чтобы было в его названии слово царь король да но использовать слово рекс они уже не хотели чтобы не было разные говорится путаницы и потому его решили назвать литрон акс которая что переводится как кровавый король а видовое название аргестес обозначает юго-западный ветер ну из поэзии гомера кто в общем то знает да и в общем то у нас получился кровавый король юго-запада но точнее до штата юты ископаемые останки были найдены в 2009 году и его их извлечение заняло практически целый год и известен он по самому полному из известных экземпляров тиранозаврит в южной лароминдии было подсчитано что длина электронных могла достигать 7 и 4 метра а масса составляла примерно две с половиной тонны длина от нас самой самой челюхи скажем так относительно всего черепа была довольно небольшой составляла не более двух трети общей длины черепа также строение зубов наталкивает на сходство его с тиранозавром и торбозавром а именно он обладает гетеродонтным расположением зубов это когда первые пять зубов значительно больше чем остальные шесть следующие за ними что считалось в общем-то приобретением более поздних тиранозавров но также его череп обладает типичными характеристиками тиранозавра это короткий узкий растым то есть это та часть черепа где там у нас находится собственно говоря зубы и расширяющийся назад затылок и развернутые вперед глазницы то есть он обладал бинокулярным стероскопическим зрением которое присуще хищникам позволяет им хорошо охотиться и оценивать расстояние до своей добычи его череп сохранился довольно хорошо и наблюдение показывает что тип укуса этого тиранозавра отличался от других представителей его зубы также очень хорошо сохранились и по форме они напоминали такие бананы только были естественно чуть чуть меньше по размеру они были довольно глубоко усажены в его челюсть имели насечку и были не плоскими как у кархардонтозавра были в общем так круглыми и также исходя из этого они могли позволять ему разгрызать не только мясо а и сами кости если же взглянуть нас на систематику тиранозаврит и тиранозаврин в общем то мы можем здесь увидеть что горгозавр и альбертозавр является более дальними родственниками электронексами в то же время как сам тиранозавр торбозавр является его ближайшими родственниками в ареале обитания электронекс часто встречался с такими динозаврами как зауролофин ламберозаврин цератопс диабло цератопс некоторые виды анкелозавров и пахицефалозавры есть у меня как видите вот сейчас как раз должно хватать на 40 до 220 даже до 2 как раз хватит на 40 это короче круто еды главное чтобы хватило а вот с едой я не уверен хватит ли так давайте еще раз почитаем если кто вдруг забыл электронных жил примерно 79 80 миллионов лет назад был предком тиранозавром на острове лара мидия на острове континенте так название электронекс означает кровавый король или король крови литров нахи является тиранозавритом и связано расстроен с тиранозавром рексом и тарбозавром так ну и максимальный левел мы пока что не знаем на такой десятые ой какие слабенькие они учатки вы слабенькие вообще жутко слабенькие но ничего будем короче пробовать их обкатывать так смотрите как он хорошо будет как я говорю похож на на ссоре и грудь кого там вот такой тиранозавр пушистый волосатый ну и отличается он чем только но только цветом да тридцатый и первый для контраста в общем цвет этот серенький этот такой вот уже коричневенько рыженький так тогда мы делаем что идем от вот наш турнир вот с усилениями и нам нужно победить вот таких вот существ так ну давайте искать наших тронаксов стоило записать их силу удара так вот это самый мощный самый мощный давайте пока может без него давайте возьмем остальных литронаксов вот есть 20 кучу чуть не метрик антозавра не перепутал с этим литронакс вот 20 если тронакс он пойдет вторым так остальные давайте сейчас еще пока найдем вот есть есть десятый не опросите 20 ниже в четыре года а и вот первый есть ну как бы как бы слабовато четко кажется что мы так не не затащим чуть кажется не затащим даже если я возьму очень сильное усиление мне кажется легко можем здесь слететь так ну давайте стартовать да неудачное усиление нам попалось вначале мы его не можем применить а у нас полюбаса подбивает на 2 так а у меня сейчас идет плюс 3 к атаке отлично я конечно же этот этим и воспользуюсь но вам не нужно ставить защиту иначе меня поставкики пробьет у нас такой райзов литронакс в общем то тут как-то пытаемся затащить потом возьмем 30 потом сделаем 40 на последний бой надеюсь 22222 молодчиночка раз-два-три раз-два вот так ам-нам-нам съели так один удар я от этого выдержу а потом если качну здоровье плюс 250 процентов ребята это будет весело сюрприз а мне принципе это не нужно вов не ожидал не ожидал что мы так легко разберемся ну затащил один вот это несчастными тронах мелкий это хорошо давайте теперь что мы сделаем давайте ладно посмотрим какой же у нас все-таки противник будет а потом будем решать амфибии амфибии это сильно амфибии это мощно так тогда давайте что сделаем давайте сделаем два тридцатых литронакса попытаемся с помощью них пройти давай давай лаборатория генетики давай ускорься как-то это дополнительный реактор прикрутите шестоли так а давайте заглянем вот сюда великий ужасный зухомим блин прикольно выглядит тогда крокодилья мордоты таки какие-то он странный датка маленькая грудная клетка у него и максимальный уровень и из него делается зухариптор ладно это так было лили маленькое отступление а нам нужно создать двух тридцатых ура 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 а ну они жрут не так уж много от хорошо пожевал чего-то пожрал два парчей молодец молодец так ну что 800 сила удара у него то есть сильный удар относительно немного жизни у него ну и будем пытаться пробивать тогда наших амфибий так это будет вообще непросто надо будет все таки взять кого то в подкреплении на всякий случай так вот вот два наших парня так вот я думаю просто что сделать взять кого то чисто так по приколу пустим пустим кого нибудь на мясо нам ну погнали а там один а есть там один не амфибия так ну на секадон то мы ничего тратить не будем они соревнуются ков круче гребень смотрите он упорно не хочет нас атаковать хочешь умереть от руки сексикадон то это будет унизительно сарказов давай соберись атакуй вы посмотрите на него я вот таки сейчас по мелочи добью потихоньку буду отщипывать от него ну наконец-то решился ну походу нам и усиление особо тут не понадобится с таким-то поведением нашего противника ну тут надо три ставить потому что можно было усилить конечно но посмотрим надо не надо в астафрике за два удара нас наверно пробьет 100% пробьет у него где 1400 будет сила удара так он решил смениться и ничего не сделал давайте делаем вот так и 100% его сейчас пробиваем но это победа так ну одного ты пробил но у нас есть еще один да он конечно помельче чем ты великан но у куста у рекса самый сильный вуаля ух так вот такие вот ребята ну это отлично отлично мы сейчас сделаем себе 40 и помчимся наказывать этих трех наглецов ух так вот давай 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 быстрей быстреееееееееееееей когда они уже добавят кнопку заплатить один раз за все шикардосик ребятки и максимальный левел но он практически не изменился чуть больше перестали так ладно идем 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 четверо пятый бой 5 шильдер неплохо завоевывать идем себе только хищники пожалуйста я вообще хотел его взять вот какую команду но это будет слишком жестко литрон свод так вот нас испарь литрон акса но посмотрим давайте сейчас будем смотреть как там кто зайдет давайте так пойдем усиление она чисто символически какой-то возьмем погнали так шикарно я его за два пробьем не может ну давай отминусуем одного таки два долгожителя саратозавра в смысле большое количество жизней так вот не бы хотелось пробить литрон акса а почему не проатаковал за стал мог бы правил пробить меня да ну так ставить защиту 44 атакую голова стик такая большая голова блин ну это несерьезная я тебя сейчас просто прокушу 1 2 3 1 2 ам-ном-ном а таки пробил но за маловато жизни у самого литрон акса ну ладно но я не мог бы использовать щит кстати прикольно то есть если ты берешь одно усиление она по факту доступна у тебя на любой ход она уж не может крутиться по карусели прикольно так вообще-то не ты должен был быть победителем но тоже кстати пернатый так и набор африка ребятки целых девять баксов это вообще жесть разбогатею и еще нет уже все но в общем то турниров никаких не осталось а шильдики нам больше ни за что не даются а ну за виповский да но виповского у меня нет что у нас здесь творится 22000 горгазуха вот такая вот какая-то амфибия нам нужно с силой удара вот но это конечно будет мощь прикиньте он в два раза сильнее по факту чем виндораптор то есть у них сила удара плюс-минус одинаковая жизнь у него в два раза больше он тупо в два раза сильнее получается ну вот такую вот какую-то амфибию хотя бы да там 9000 на 3 нет это маловато это горгазух такой 9 на 3 ну надо нам амфибию какую-то помощнее а то смотрите сколько тут вот церазинозавр лидон похегалозавр индораптор эрлифозавр много сильных много сильных у нас ребятки хищничков ну а это конечно они просто самые любимые люди делают то что нравится большинству а большинству нравится хищники давайте еще тут прочитаем четвертая эволюция может вырастать до 8 метров и даже больше а на этом ребятки с вами прощаюсь ставим лайк и до скорых встреч до скорых встреч до скорых встреч до скорых встреч Продолжение следует...